Ян против Матеуса Матаса. Херб Дин, рефери этого поединка, даёт инструкции. Ну и ещё несколько штрихов к портрету Петра Яна. В последнее время он перебрался в Москву. Тренируется в клубе «Витязь Файт». Ударную технику ему ставит такой признанный мастер, как Руслан Кривуша. Ну а что касается портера, то здесь с Петром Яном работает обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу Андрей Оксибринский. А так как выступает Петра Яна недавно, то мы были свидетелями практически его развития как бойца. Он обладает невероятной, нестандартной техникой, просто выдающейся выносливостью. На протяжении пяти раундов может выдерживать отличный, очень высокий темп. Мы посмотрим, что предложит своему сопернику чемпион в первом раунде. Пока что просто прессингует без ударов Петр Ян. Да, и Петр Ян очень легко перестраивается по ситуации. То есть будь то портер, будь то стойка, везде чувствует себя одинаково комфортно. Есть лоу-кик по внутренней стороне. Пока что присматривается к сопернику Петр Ян. Ни одного удара в его исполнении мы еще не увидели. И вот первый мидл-кик точно в цель слева зашел в область печени. Джек на скачке, выбрасывает Матеус Матос. Продолжает прессинговать, поддавливать Петр Ян, раздергивает. Хороший, мощный удар по корпусу справа. Попробовал выбросить Матеус Матос в мидл-кик, но рассек только воздух. Продолжает напирать Петр Ян, поддавливать. Да, заставляет нервничать своего соперника Петр Ян. Застаивается Матос сейчас на ударной дистанции. Петр пока что не врывается на ближнюю. Все-таки стоит отметить самообладание Матеуса Матоса. Он не бросается вперед, отчертя к голову, несмотря на все давление Петра Яна. Вот сейчас хороший удар слева по защите в исполнении бразильца. И попробовал сейчас левым боковым, простите, правым боковым дотянуться Петр Ян. Хорошо, ты правильно делаешь. Все правильно, внимательно смотри, чаще уже думай, думай. Есть мощный мидл-кик от Яна. Хорошо сработал Петр Ян. Еще одна комбинация, но здесь размены. И уже второй раз Матеус Матос достает Яна левым боковым. Да, пока что самое грозное оружие бразильца. Его удары слева. Хорошая сейчас комбинация, завершил которую Ян правым. И сейчас опять правый кросс точно в цель в исполнении Яна. Очень много движения в этом поединке. Много обманных финтов. И неплохо зашел лоу-кик сейчас у бразильца. Да, и что главное неожиданно. Мидл-кик левой ногой в область печени. Покасательный пришелся этот удар в исполнении бразильца. И хорошая двойка. Матос попал справа. Начинает активизироваться Матеус Мат. Матеус Матос. Тем временем менее двух минут остается до окончания раунда. И очередная комбинация в исполнении Яна. Да, великолепная связка. Мидл-кик и тут же двойка с рук. Очень аккуратно Матос держит правую руку. Внизу прикрывая печень. При этом прекрасно защищается за счет движения. Пробует сейчас забрать инициативу Матос Матос. Левая рука, левая рука. Внимательно смотри за правой. То есть ингует бразилец. Попал сейчас справа. Ушел с линии атаки Петр Ян. Хорошо сейчас слева и точно пробил Ян. Сразу же поменял стойку. Из левши продолжает работать. По корпусу точно пробил Матеус. Последняя минута и хорошо сейчас достает справа Петр Ян. А вот повторно не получилось. Поднырнул бразилец. И ожесточенный размен. Вы видели? Прессингует бразилец. С мидл-кика заходит он в эту атаку. Справа контратакует Петр Ян. Меняет стойки. Еще одна комбинация в исполнении Матоса. И точно по корпусу попал. Вообще оба спортсмена инвестируют в удары по корпусу постоянно. Пытаясь замедлить друг друга. Был тычок в глаз. Судя по всему. Но бой продолжается. Сказнулся бразилец. Идет вперед Петр Ян. Достал слева. И вновь в размен на ближней дистанции. Ваша поддержка Москва! Итак, друзья. Это чемпионский бой. ACB 71. Второй раунд. Матеус Матос Бразилия против... Петра Яна. Претендент против обладателя титула. Идет такое обоюдное раздергивание сейчас. Ну и вот начинает набирать Петр Ян. Присмотрелся к сопернику в первом раунде. Причем нельзя сказать, что однозначно Петр первый раунд выиграл. Пятиминутка получилась очень близко. Сейчас хороший слева. Выпад на выходе. Еще одна комбинация от Яна. Придор ГИК сразу раздергает. И вот так что! 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 Включается Петр Ян, но бразилец не потрясен. Он продолжает обороняться. Сумасшедшая серия ударов сейчас в исполнении Яна. Соперника отпускать он не намерен из этого положения. Всего лишь одна минута второго раунда позади. И мы убедились, какие же запасы в плане темпа. Возможность устрого капаста сейчас была. И выдерживает этот натиск. Бразилец поднимается, но... По сути дела, немного ошеломлен. Это еще мягко говоря. Давид практически не использовал борьбу Петра Яна в первом раунде. И вновь миддлкип его из печени. Вынужден поднимать руки Маттеус Маттаса. И когда он это делает, сразу же прилетают ему удары по печени. Взбросил буквально Петра Яна соперника. Швырнул на настил. Коленем пытается контратаковать Маттас. И очередной правый прямой вбивает в его голову Ян. И еще хорошо заходит боковой. И мощно попадает справа. Петр Ян тут же колено в клинче. Продолжает атаковать Ян. Включился он на полную во втором раунде. Действует очень разнообразно. Маттас пытается контратаковать, хотя бы чтобы отогнать Петра на дальнюю дистанцию. Очень серьезный ущерб бразилийц получил в начале второго раунда. Идет вперед Ян. Очередная комбинация. В клинч вырывается колено по корпусу. Пауза. И правым локтем цепляет соперника на выходе. Маттас просто не успевает реагировать. Да, он выбрасывает удары, но все это уже после комбинации Петра и Яна. И, как правило, по воздуху они приходятся. Мощные гематомы сейчас у бразильца. Да, практически закрылся левый глаз. Еще одна комбинация. Еще одна силовая тяжелая комбинация от Петра и Яна. Но здесь все удары пришлись по защите. По защите перекрылся Матеус. Сейчас Ян провалился буквально в сантиметре от носа бразильца. Просвистел правый свинг. Уходит на нырке от бокового Матеус Маттас. И продолжает отвечать по возможности бразилец. Ох, сейчас как уронил Ян соперника. Но вот здесь как раз преимущество скорости реакции. Каким-то неуловимым движением поймал соперника за ногу Петр Ян. И сейчас есть возможность у него поработать в концовке второго раунда первым номером партера. Еще одно мощное попадание от Петра Яна. Так, вознящий удар справа. И сейчас слева. Отчвырнул его Матеус ногами. И бразилец теперь включается. Пропускает навстречу дважды. Попадает по защите Маттас. Перекрывшись без ударов, Ян идет вперед. Такое ощущение, что Ян специально дает вымахаться бразильцу, чтобы потом включился он наш. Убошедшее. Да, просто идет как танк без ударов. Психологически давит таким образом на соперника Ян. На вылет сейчас просто пробел от кросса Петр Ян. Тяжелейшее попадание. Очень стойкий бразилец. Лицо разбито у Матеуса Маттаса, но продолжает сражаться. И слева, и справа попадает Ян. Но продолжает демонстрировать чудеса стойкости. Паттас Маттас, да, сейчас был тычок в глаз. И останавливает Хербдин. Поединок. Впрочем, все уже возобновлено. Продолжает теснить, прессинговать Петр Ян. Хороший удар в корпус на скачке от российского бойца. Последние секунды второго раунда. Но слева и опять роняет соперника Петр Ян. И второй раунд позади. В одну сплошную гематому превратилась левая часть лица. Матеусу Маттасу после второго раунда. На бразильца страшно смотреть, но тем не менее, его выпустили на третий раунд. Да, это точно зрелище не для слабонервных. Но, собственно говоря, слабонервные и не смотрят смешанное единоборство. Вот как раз это следствие тех самых правых кроссов, которые раз за разом забрасывает в голову соперника Петр Ян. Еще несколько попаданий джебом от Петра Яна. Продолжает оправдывать свою репутацию разностороннего бойца Петр Ян. Великолепно бьет с двух рук, меняет стойки. Очень оперативно реагирует на любые телодвижения своего соперника и подстраивается весьма продуктивно. Маттас по-прежнему старается действовать активно. Выработал первым номером несколько секунд, но как только пошел вперед Петр Ян, бразильец начал отступать. После очередного стыка даже без удара оказывается на настиле Маттеус Маттас. Причем бразильец выглядит очень мощно, боец фактурный. Тем не менее, судя по всему, в физической мощи Петр Ян его превосходит. Промахивается Маттеус Маттас. Да, причем даже на ударной дистанции Петр Ян проваливает бразильца и сразу сам контратакует. Посмотрите, сейчас все больше и больше похоже то, что происходит в клетке на игру в кошки-мышки. Да, я хотел бы обратить внимание на то, что Петр Ян, несмотря на много выброшенных точных ударов, при этом умудряется действовать весьма рационально. То есть впустую по воздуху практически не бьет. Да, и постоянно предлагает сопернику новые ребусы. Огромное количество трюков, различных винтов в рукаве Петра Яна. Сейчас поймал соперника апперкотом. Упредил он атаку Маттеус Маттаса. Бразильец идет вперед, серия ударов. Что же? Что же? Бросай, бросай, бросай. Подсказывают Петру Яну, что надо продолжать работать джебами. Куда же? В разбитую левую часть лица. Включается. Что сейчас будет? И бой закончен. Победа нокаутом Петра Яна в третьем раунде. Петр Ян остается чемпионом АСifty. И стой аплодирует ему зал. Невероятно одаренный боец. Настоящий трудяга. Есть один еще момент. Уважаемые телезрители не хотели бы говорить. Дом боя об этом. А это последний бой по контракту с ACB у Петра Яна. И совсем скоро мы узнаем, ставят ли пояс вакансам в легчайшем весе в этой организации или же Петр Ян подпишет в ACB новое соглашение. Да, действительно, по большому счету раскрылся Петр Ян в ACB. Стал чемпионом, одержал множество ярких побед. Время остановки боя, 2 минуты 27 секунд третьего раунда. 2 минуты 27 секунд номер 3. Одержал победу нокаутом и остается чемпионом Лиги ACB в легчайшем весе. Вы победите за победу и стилем ACB по конкурсу Петра Ян подтверждает свою репутацию настоящей машины для истребления бойцов смешанного стиля в легчайшем дивизионе. Сохраняет за собой чемпионский пояс к великой радости своих секундантов и тренеров. Извините, хочу сказать всем. С самого начала своего спорта хочу поблагодарить своего самого первого тренера, с которым начал заниматься Николая Николаевич Суржиков, который привел меня в спорт. Дальше я хочу поблагодарить своего тренера по боксу Демченко Юрия Владимировича Яцына Юрия Васильевича. Влада Потатушкина, огромное спасибо хочу сказать человеку, который на долгом времени мне очень сильно помогал в сложные моменты. Это Шмачилин Виктор Александрович. Огромное спасибо тебе, братан. Огромное спасибо хочу сказать своим родителям, своей семье, своим близким, все, кто меня помогает. Огромное спасибо хочу сказать Косте, он сегодня здесь. Он мне тоже помогал. Спасибо большое Костя. Огромное спасибо организаторам Лиги ACB, Майербеку Солбековичу, Ярыге Гитаеву. И всем матчмейкерам, моему залу, который я сегодня представляю, Витя Исфайт, Руслану Алексеевичу, который помогал мне к этому бою. Всем-всем, кто сегодня пришел поболеть за меня, Динамо! Спасибо огромное! Я вас люблю! Всем спасибо! Пётр, но Мерси и Ян! Дорогие друзья, наш турнир, турнир Лиги ACB. Ну что же, закончился ACB 71. Мы увидели несколько невероятных поединков, но дальше будет только больше. Смотрите ACB на Матч ТВ. Для вас работали комментаторы Ян Баранчук и Вадим Фурсов. До новых встреч, друзья! Любите смешанное единоборство! Пока!